Совсем маленький материал с очень большим смыслом. Все, кто наблюдал эпопею с принятием закона о введении военного положения, видели, как во всей красе проявили себя те или иные политические силы, ну или отдельные депутаты. Ожидать каких-то проукраинских действий от сил, в которых болтаются персонажи наподобие Бойко, Шуфрича и прочей публики, ну не было просто никакого смысла, и они не принесли вообще никаких сюрпризов по этому поводу. Они давно и открыто стали на сторону агрессора, отважно прикрываясь своими депутатскими удостоверениями. Но мы имеем набор политических сил, которые называют себя патриотами и номинально декларируют проукраинские лозунги. Но одно дело говорить, а другое делать, и тем более в однозначной ситуации, когда нет полутонов. Либо ты на одной стороне, либо же на другой. Судя по ситуации, мы не ожидали никаких вменяемых действий ни от партии Родина с ее престарелой вождицей, ни тем более от самопомощи, которая последовательно пробила все возможные уровни дна, ни даже от депутатской группы Свободы, поскольку их действия уже давно стали маргинальными и предсказуемыми. Но нас удивило то, что продемонстрировала фракция радикала Ляшка. Собственно говоря, удивила не их позиция как таковая, а то, как все это выглядело. Их организованные походы к трибуне или в президиум Верховной Рады как-то неуловимо напоминали известную сцену из «Собачьего сердца», которая изображала группу домкома имени товарища Швондера. Разве что хором не пели, и на них не было кожаных бушлатов. Но всю эту массовку объединял один посыл, а именно плевать на то, что впервые Россия открыта, не прячась за спинами женщин и детей, не прикидываясь шахтерами и комбайнерами, применила оружие против наших военных. Такого она себе не позволяла. И стало очевидно, что правила всей большой игры под названием «война» изменились. И реагировать на это надо жестко и адекватно. Однако вся эта публика рассуждала о том, что это Порошенко делает в связи с тем, что боится выборов. Ну и дальше речь уже шла не об агрессии в Москве, не о выжившем из уме Путине, который уже просто потерял связь с реальностью, а о совсем других вещах. В выборах и о том же Порошенко. Причем вся риторика была идентичной, ну практически до запятой. И это сразу бросилось в глаза. Казалось, что они это почерпнули из одного и того же текста. И поскольку все они работают на одном люмпенском маргинальном сегменте электората, являясь конкурентом друг к другу, то вряд ли текст был написан кем-то из них. А уж тем более, что кто-то из них вообще смог объединить усилия. Ну вот сегодня все стало просто на свои места. Сначала премьер-министр Москвы и Медведев, а затем и Путин, выдали под видеокамеры ровно то же самое, что двумя днями ранее выдавали в парламенте наши «патриоты». Тут может быть два варианта. Либо все они оказались в одном списке рассылки, и им попал один и тот же текст, который и был озвучен, либо один из двух российских деятелей и надиктовал им этот текст. С учетом того, что Димончик ничего не может продиктовать в принципе, поскольку, ну, после первой же точки он впадает в спячку, то из всего этого списка авторство может принадлежать только известному дедушке, ну, с неопределенным наличием органов бабушки или дедушке. Ничем иным такое совпадение текстов объяснить попросту нельзя. Ну, а что характерно, больше этого никто и нигде не озвучивал и даже не писал. Только наши гниды и московская ВОЖ это выдали в эфир, и, как оказалось, слово в слово.